В принципе, итоги положительные по сравнению с 2015 годом, потому что в 2015 году было очень плохо. В 2016 году более-менее стали появляться новые объекты, новые заказы, расширилась география продаж. Но опять же, это за счет того, что те, кто хотел достраивать объекты, они сейчас их начали достраивать. Но новых объектов сейчас мало. Есть только единичные случаи, и за них идет нешуточная борьба. В 2017 году он даже лучше, чем предыдущие два года, потому что объем увеличился у нас в 2,5 раза. Терракота сейчас начинает двигаться в регионы. Появляются и большие объекты, и средние. Просто так уже не смотрят, как на динковинку. Начали использоваться крупноформатные панели керамогранита. Не 600 на 600, а 600 на 1200, 300 на 600 имитации терракоты. 300 на 1200. Сначала все из Европы приходит в Москву. Потом через 3-4-5 лет оно начинает дальше расходиться там волнами. Тех до ближайших крупных миллионников и дальше. Потом, после того, как оно, допустим, придет к нам в Воронеж, оно еще через 2-3-4 года идет дальше. Распространяется. Ну, ошибки в том, что, во-первых, у нас никто ничего не читает, не считает. Это раз. Во-вторых, много тех монтажников, которые монтируют, пропускали уроки геометрии в школе. Это два. В-третьих, было несколько случаев. Мы переделывали фасады и нас приглашали переделывать. Нельзя говорить, что в Сколково. 40 тысяч квадратных метров фундермакса. По 40 с чем-то евро. Просто смонтировано, что без слез не взглянешь. Потому что основная беда производителей работ заключается в том, что, допустим, директор производителей работ договорился с заказчиком, а потом начинается, что директор производителей работ договорился с другим директором, с третьим, с четвертым. И к пятому директору работ осталось, допустим, от рубля 30 копеек. Поэтому он за 30 копеек не сможет вам привлечь вменяемых специалистов, потому что у него их физически нет. Он будет также их с рынка набирать. Кто без работы сидит, кто просто решил первый раз прийти. Потому что если... Даже не гастарбайтер. Гастарбайтер у нас работает только в штукатурных фасадах. И в лучшем случае керамогранит. По крайней мере в регионах. Ни на что больше они просто не смогут, потому что там сложно. Надо думать. Ну, в Москве, да, я видел, там работают гастарбайтеры на сложных объектах. Но, опять же, они работают по прямой. Просто закидывают стены. А, допустим, первый этаж, там камень натуральный или еще что-нибудь декоративный, дорогие элементы, там уже приглашают отдельно, специально именно под этот вид работы. И это хорошо, что вот у нас, допустим, пока ничего не падает. А в Сибири, там за Уралом, там падает. У вас на портале новости. Оттуда, во что падает. И горит. Ну, горит это чисто фальсификат. Потому что если композит тот, который должен быть, допустим, ФР, или там, у кого ФР+, у кого С1, если у вас сделаны противопожарные отсечки, и все смонтировано правильно, он никогда в жизни не загорится. Не, ну, просто дело в том, что у нас столько монтажных организаций, что просто сделать фасад правильно, это уже инновация. Просто сделать его правильно. Потому что, вы же понимаете, что самый маленький альбом технических решений, он вот такой вот толщины. Для того, чтобы делать его правильно, его надо хотя бы раза три прочитать. Что-то попробовать. Если крупный производитель фасадных работ, он химичить не будет. Потому что ему это невыгодно. И если у вас даже одна плитка упадет, вы потом никому ничего не докажете. Отличный форум, единственная площадка для контактов. Тем более, первая выставка. Я думаю, что те, кто не смог участвовать, в следующем году будут выставляться. Два дня, да. Вот первый день был насыщенный, второй так более-менее. Но в первый день было много. Всех разных и архитекторов, и поставщиков. И кто-то приходил со своими объектами. А когда он пришел сюда, во-первых, вы знаете, что он к вам пришел. У вас в список есть всех посетителей. Вот в чем дело. Вы можете со всеми созвониться, назначить встречу. И поговорить именно о том, что вас интересует. Или его, что интересует. Потому что он тоже может посмотреть, кто сюда придет.